Отделение анестезиологии и реанимации номер 2 функционирует в Лицкой центральной районной больнице уже 10 лет. Здесь осуществляется комплекс мероприятий по подготовке и проведению общей и местной анестезии при операциях, родах, диагностических и лечебных манипуляциях. Круглосуточная помощь оказывается пациентам гинекологического отделения, беременным женщинам, роженицам и новорожденным детям. Отделение анестезиологии и реанимации номер 2 было открыто в ноябре 2013 года в здании акушерского корпуса. На момент открытия оно составляло 6 коек для оказания помощи пациентам акушерского гинекологического профиля. В 2017 году была проведена в нашем отделении реорганизация, в результате чего добавлено в наше отделение 4 койки для оказания помощи интенсивной терапии новорожденным детям. В настоящий момент отделение анестезиологии и реанимации номер 2 возглавляет Андрей Ситкевич. 9 лет назад он окончил Гродненский государственный медицинский университет по специальности лечебное дело. Интернатуру проходил в Борисовской центральной районной больнице, затем переехал на личину. Обязанностей у Андрея Леонидовича немало. Он не только координирует работу всего отделения, но и сам оказывает помощь пациентам. Я возглавляю это отделение с октября 2022 года. В мои обязанности входит консультация пациентов, коррекция лечения. Также я активно принимаю участие в анестезии и в обезболивании родов. Андрей Ситкевич ни разу не пожалел о выборе профессии. Еще в школьные годы он решил для себя, что будет врачом. Перед глазами были достойные примеры мамы и брата, которые связали свою жизнь с медициной. В студенческие годы Андрей проявлял интерес к анестезиологии и сразу почувствовал, что это его. Пришел в эту профессию, наверное, благодаря своим родителям. У меня мама всю жизнь проработала медицинской сестрой. Старший брат – капитан медицинской службы. Ну и в детстве я был весьма болезненным ребенком, поэтому часто контактировал с людьми в белых халатах. Поэтому о выборе профессии никогда не задумывался. В отделении анестезиологии и реанимации номер 2 работают 53 сотрудника. Это 14 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 26 медицинских сестер и младший медицинский персонал. Это настоящие профессионалы, которые ежедневно спасают человеческие жизни. Отделение анестезиологии и реанимации номер 2 оснащено по последнему слову техники. Пациентам здесь оказывается квалифицированная помощь любой сложности. В достатке у нас гемодинамические мониторы, аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты. В 2022 году получили новый наркозно-дыхательный аппарат. Что касается врачей, каждый врач у нас владеет методами анестезиологического обеспечения, которые необходимы для проведения операций. Активно занимаемся в настоящее время обезболиванием родов, это спинальная и эпидуральная анализия в родах. Непростым периодом для отделения анестезиологии и реанимации номер 2 стало время распространения коронавирусной инфекции. В разгар эпидемии врачам и медицинским сестрам приходилось работать на износ. Они всегда были на передовой и спасли не одну человеческую жизнь. В отделении трудится сплоченная команда единомышленников. Каждый медицинский работник понимает, какая большая ответственность на нем лежит. Несмотря на сложность работы в отделении, мы помогаем спасать жизнь, а также давать надежду семьям на благоприятное будущее с их детками. Поэтому очень важно помогать друг другу, и это у нас есть. Андрей Леонидович прекрасный руководитель, он координирует работу в отделении. Он отвечает за безопасность и качество проведения медицинской помощи, а также всегда готов прийти на помощь. В работе с пациентами все члены коллектива играют важную роль и взаимодействуют в рамках командного подхода. Сплоченность и коммуникация являются ключевыми факторами успеха. В отделении анестезиологии и реанимации создана благоприятная рабочая атмосфера. Это позволяет справиться с эмоциональным и физическим напряжением. Сотрудники отделения уважают друг друга и работают одной командой. В отделении анестезиологии и реанимации номер два работают настоящие профессионалы, преданные своему делу. В любое время дня и ночи, в будние праздники, они находятся на ответственном посту и спасают человеческие жизни.